Эх, давненько у нас не было обзоров ПК Железок. А ну да, сори, я забыл, Руди же на Тайване, и ему некогда пилить для вас обзоры. Но ничего-ничего, мы ого-го сколько с ним обзоров сняли, так что я думаю с этим справлюсь. А ну да, я не представился. Аристотель, оператор режимонт по совместительству. Если видели меня в видосах Макса или Руди, или в инсте, ставь лайк. А сегодня на обзоре вот такая трехсекционная водяночка Орус. Что-то она мне напоминает. Хм, попробуем выяснить, чем же она хороша и стоит ли ее брать. За вот этот кайфовый экранчик, я думаю, стоит. На него выводится полезная информация по процессору. А также можно поставить свою кастомную картинку. Но водянка же вам не для того, чтобы в этот экран как барон втыкать. Так что начнем осмотр с радиатора. Внешне он в принципе ничем не отличается от большинства водянок. Сразу можно определить материалы. Это алюминий, а не медь. Потому что медный радиатор не был бы настолько легкий. Теплоемкость меди конечно будет побольше. Но камон, стоимость такой водянки тоже будет больше. Че по косметике? Логотип выглядит как тиснение, но мне кажется это просто вклеенный шильдик. Сверху сам радиатор покрыт тонким слоем краски. Видимо это сделали, дабы не нарушать теплообмен. Между ребрами листовой алюминий. Чуть толще фольги из-под шоколадных плиток. Так что лол. Если бы они были толще, от них бы не было никакого смысла. Физика, мать ее. Шланги крепятся к радиатору через пластиковые фитинги. Но соединение не поворачивается. Хоть и выглядит не очень надежно. Но я испытал на прочность. Ничего не люфтит и не смещается. Протечек быть не должно. Сами шланги в нейлоновой оплетке. Не очень жесткие, послушные. Но и не очень мягкие, чтобы лопнуть при изгибе. Помпа встроена в водоблок. И как заявляет производитель, она на керамических подшипниках. Контактная площадка медная. Ее хватает, чтобы полностью накрыть Core i9-9900K. Он по сравнению с ней выглядит совсем крошечным. Если у вас сборка, к примеру, на Зионе. Или у вас что-то типа 58-20К. То этой контактной площадки будет вполне достаточно. Здесь видно контактное пятно термопасты. Можем сделать вывод, что площадка ровная и хорошо отшлифована после фрезеровки. Я вспомнил случай, когда Руслан забыл снять наклеечку с контактной площадки. И так и протестил водянку. Я, короче, поставил водянку и забыл снять пленку с контакта водянки. Думаю, сейчас я тебе готовлю такую хреновую с ней. Так вот, тут такой наклеечки нет. К материнской плате водоблок прикручивается через вот такую рамку. Хм, все же где-то я это видел. И вот этот механизм ее снятия тоже похож. Кстати, снимается она для того, чтобы надеть другую от iM4. В комплекте с коробки это все есть. Ничего дополнительно заказывать не придется. Шланги крепятся через пластиковое поворотное колено. Но вот только ход у него не очень впечатляет. Да и вот здесь трется об острый угол. Охрана отмена. После моих нещадных тестов на прочность, демидж репорт оказался не страшным. Немного протерлась оплетка. Но при аккуратной установке у вас не возникнет такой проблемы. Почему она возникла у меня, расскажу чуть позже. Рядом находятся провода питания и управления водянкой. Провода подписаны, так что не запутайтесь. Кстати, провод под пам-фан здесь нет. А значит регулировать водянку будет приложение. Позже вернемся к самому приложению. А сейчас хочу обратить ваше внимание на вот такой забавный хвостик. Хе, нет, это не для того, чтобы дергать и бросать во врага. Это судя по всему кабель для экранчика. Странно, а почему бы не сделать это внутри, через аккуратный шлейф. Загадка. Но не в угоду дизайну, так может быть в угоду производительности. Это мы сегодня и проверим. Кстати, о производительности. За обдув радиатора отвечают 3 вертушки по 120. Да, они с подсветкой, но это не главное. Они выполнены на двух подшипниках скольжения. Такие вентиляторы отличаются высокой надежностью и долговечностью. Подключаются к водянке по одному и тому же выводу. Что значит их полную синхронную работу. Ну или же можно просто в материнскую плату подключить, так как они 4-х пиновые. Обороты регулируются. Тестировать водянку будем на материнке Aorus Z390 Pro. С топовым на конец 2К19 протцом Core i9-9900K. Вот вам тестик на скручивание. Материнка с удвоенной толщиной слоя меди в цепях питания и заземления. Это плюс не только к прочности, а и к качеству полезного сигнала и тепловому рассеиванию. Прот загнать не буду, сори, не мою. А и не нужно, он и сам хорошо бустится до 4,7 ГГц. Откуда это вообще мода гнать тупо новые процы? Вам шо, не хватает мощности с коробки? А я не понял! Ладно бы там старые процы гнать, если нет денег сделать апгрейд. А прибавки к мощности все же хочется. Но даже если и хотите гнать, то на этой мамке у вас все прекрасно выйдет. Память взял от HyperX, 16 EGO, 3600 в XMP. Но оставлю 3200. Мне кажется, так будет стабильней с этим процентом. Вернемся к водянке. Устанавливать ее легко, даже без инструкции. Но вот что порадовало, так это то, как напечатан и оформлен гайд по установке. Напомнило, знаете, вот эти подробные инструкции конструктора Лего. Аж сплакнул. Для интела на заднюю сторону вешаем вот эту рамку. К ней будет прикручиваться вот такие стойки с винтиками. Тут два типа стоек. Под интел 1151 нам нужны вот эти с одинаковой толщиной резьбы. Все, теперь это быстренько вкрутили и приступаем к нанесению термопасты. В этот раз обойдемся без панк-рока и размажем все аккуратно. Лопаточкой. Ставить водоблок ну очень просто, не промахнетесь. Дальше в шахматном порядке или по диагонали закручиваем эти шляпки от винтов. Изи. А вот что оказалось не совсем изи для меня в конкретном случае, так это установка в корпус. Нет, с водянкой все норм. Я уже не помню, как быстро я прикрутил радиатор с вертушками. Тело вот в этом кожухе. Он, конечно, красивый. Но я, пожалуй, его сниму. А то он мешает втулить еще одну вертушку на выдув сзади. Именно поэтому, пока я туда-сюда ее крутил-вертел, там и протерлась оплетка. А еще на заметку тем, кто будет покупать корпус под эту материнку, обращайте внимание на то, на что будет ложиться сама мамка. Если стойки, или как еще говорят пинки, то все окей. А если вот так, как в этом корпусе, вот такие выпуклости, то вам придется снять еще и заднюю панель, так как она прикручивается вот такой планочкой к мамке. Как раз в том месте, где в моем корпусе горбик. Хорошо, что это легко снимается и ставится обратно. Так что не спешите вызывать полицию. В остальном, никаких проблем при сборке не возникло. Как же сочно это все смотрится с моником от Aorus. Заметили, как открывается корпус? Прям кайф. Все девайсы с подсветкой Aorus синхронятся. И светится это все получше, чем... А вишенкой на торте у этой водянки это, конечно же, экранчик. Как я уже и говорил, туда можно поставить любую фотку. Например, где Максимка в баньке с Игорем Николаевым пьют за любовь. Можно поставить свой логотип компании, любимого персонажа из комиксов, или же из аниме. Або какого-то разбийника. Выйди отсюда, разбийники. Жаль, только вот нельзя гифку поставить. Этот хлопец смотрелся бы получше в анимации. Шумит водянка незначительно в сбалансированном режиме. Даже меньше, чем видяха под нагрузкой, я бы сказал. Кстати, все можно настроить в приложениях Aorus Engine и RGB Fusion. Есть несколько режимов отображения на экране полезной информации. Вот они. Так все же, что ожидать от покупки такой водянки на практике? Я запустил три стресс-теста в OCCT Benchmark. Первый это OCCT с режимами помпы и вертушек Balanced. Вот результаты 10-минутного прогона. Второй тест тот же, но уже режим максимум. Результаты получше. Третий тест, линдпак и максимальный пресет водянки. Но зачем вот эти все искусственные нагрузки? Давай Игорь нам покажи, мальчик. Настройки у меня всегда выставлены для киберкатлеты, чтоб побольше FPS в этих ваших было. Пожалуй, оставлю вас наедине с геймплеем под конец. А по итогу скажу, что водянка мне понравилась. И я бы точно купил, если бы и гифку можно было на экранчик поставить. А всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк. Пиши в комментарии обязательно, куда подевался Вуди. Если было полезно, подпишись на канал и включи уведомления. Еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры сделал DimaTorzok